В этот удивительный, прекрасный день День рождения нашего Господа Аллилуйя! Приятно видеть Ваши счастливые Радостные лица Потому что это действительно Великое событие Событие, которое произошло Двадцать тысяч лет тому назад Сколько? Простите, двадцать столетий тому назад Две тысячи, две тысячи Но оно было столь велико Что равного ему нет И никогда не было в истории Земли И как обратился апостол Павел К Тимофею В своем первом послании В своем первом послании Это событие он назвал так Великое благочестие тайна Бог явился воплоти Мы даже, наверное, не можем до конца Сознать, насколько велика эта тайна Потому что по нашему человеческому пониманию Это очень трудно вместить Но все произошло по замыслу Великого Творца нашего Господа И так маленький и безвестный В то время Вифлеем И мы знаем, что в нем были ясли для скота Стал центром внимания И точкой отчета нового времени Для всего мира причем Ибо там родился Бога-человек Иисус Христос То есть всемогущий Бог Создатель и Творец Всего, что существовало и существует Явился в этот мир младенцем И в котором в тот момент Мало кто увидел Божье величие и славу и силу Но ведь этого младенца Весь мир ожидал Он ожидал его Приняв в пророчествах Обетование о Божьем явлении То есть мир ожидал Спасителя и Скупителя человечества Как пророчествовал об этом Пророк Михей В пятой главе втором стихе И ты, Вифлеем, Ефрафа Мало ли ты между тысячами Иудинами Из тебя произойдет мне тот Который должен быть владыкою в Израиле И которого происхождение Из начала одней вечных Whose goings forth are from old Ever, from everlasting Да, интересно Вифлеем, Ефрафа Truly, Бефлеем, Ефрафа Мы знаем, что Вифлеем В переводе с еврита То есть, бейт-лехем Бефлеем Означает дом хлеба И он стал действительно Началом Того Что произошло в итоге То есть, мы знаем, что наш Господь Есть хлеб, сошедший с небес И в этом доме хлеба Именно родился Он Удивительный замысел Божий И вот рождением Христа Пришел конец всем пророчествам о Нем То есть, о Мессии Который должен был прийти на землю Но то, что было сокрыто В Ветхом Завете И было туманно Оно озарилось именно рождением Этого великого божественного младенца И стало явно Также явно стало пророчество О Деве Марии Принявший в очреве И родивший сына Имя которому Иммануил Что означает С нами Бог Как это записано в пророчестве У Исаии 7.14 И исполнением этого пророчества Началась новая эра Для всего живущего И в этом имени Иммануил Открылось великое благочестие тайно То есть, Бог явился воплоти Мы знаем, что много рождалось Младенцев в Вифлееме В то время и знатных И менее знатных И именитых Но ни в одном из них Мир не увидел Того единственного Которым надлежало Ему спастись И в ожидании которого Он томился И мы знаем, что все в мире Изменилось только С рождением Иисуса Христа С Его рождением Окончилось время закона И наступило время Великой благодати Той благодати Которая подарила людям надежду На жизнь вечную И каждый человек В чьем сердце родился Христос Может сегодня засвидетельствовать О той действительно благодати На Его душу и сердце В момент рождения от Господа То есть, мы с вами В тот момент увидели Как все в нас изменилось Наши даже лица преобразились Правда? И Божья тишина И мир Они просто входят В наши сердца В этот момент Это мир и покой Который не может дать этот мир Это очевидно Что это действие Божественной благодати И мы знаем, что не только в нас Это все происходит Это происходит и в нашем окружении То есть, та благодать Которая нас касается Она преобразует И всех, кто находится Вокруг нас То же самое И даже несравненно Более того Ощутил мир С рождением Бога Человека Иисуса Христа И иначе Просто не могло быть Ведь вечный Бог Явился во времени И бестелесный Бог Который есть Дух Он явился во плоти И с Ним в мир Вошла вечность И все живое Свыше осветилось Божественным светом Родился Бог Бог и Человек И Его рождением Начался Его крестный путь То есть, труд По спасению мира И созданию нового человека То есть, дитя Божьего И каждое мгновение Мир переживает Таинство жизни Христа Каждый день Христос и рождается И служит И воскресает В сердцах людей И человеческое сердце Оно также должно Стать подобием Вифлеемских яслей И человеческое сердце Оно также должно Стать подобием Вифлеемских яслей Где рождает Возрастается Живет и царствует Христос То есть, Бог и человек И открываясь Навстречу Христу Спасителю Наше сердце Оно освящается Его Божественным светом И наполняется Этой Божественной силой Которую дает нам Господь И все наши Человеческие страсти Похоти Которые живут в сердцах Они просто убегают Во внешнюю тьму И мы С чистым сердцем Нашим Можем принести Господу нашему дар То есть, нашу любовь Нашу посвященность Наши искренние И чистые сердца И этим самым Разделить с Ним Его Царство Сегодня с вами Мы просто Не можем вспомнить Тех Людей Которые жили Верой и ожиданием И кто своей жизнью И плотью Стали родственниками Явившегося В мир Иисуса Христа То есть, Бога Человека Ведь Христос Который явился Человечеству Это не вновь Сотворенный человек Каким мы знаем С вами был Адам Но его человечность Уходит В историю Человечества Которая жила До Рождества Христова На земле И это мы узнаем С вами Из Евангелия От Матфея Этим Евангелем Мы знаем С вами Начинается Новый Завет Итак Матфея 1.1.2 Начинается Следующими словами Родословие Иисуса Христа Сына Давидова Сына Абду Авраамова Авраам родил Исаака Исаак родил Иакова И далее Длинный перечень имен Я сегодня не буду Перечислять Но И за каждым именем Мы знаем Стоит конкретный человек Конкретная личность Который своей жизнью Участвовал В рождении Христа Спасителя То есть мы видим Как из тысячелетия В тысячелетие Ткалось Создавалось Плоть И человечность Христа И мы знаем Что этот список Он завершается Марией Через которую Родился Иисус Называемый Христос Великая женщина В ее послушании Господь просто Увидел ту Через которую Он может Совершить Свой план Когда явился Ей ангел И сказал Что Она родит Сына От Господа То Она спросила Как это будет Ведь я не знала мужа Но ангел сказал Что Дух Святой Осенит тебя И Мария сказала Да будет мне По слову Твоему Вы знаете Она даже не думала О тех последствиях И страхах Которые могли быть Впоследствии Что Она была Обручена Иосифу И вдруг Обрести Ребенка От Святого Духа О чем было трудно Кому-либо Объяснить Она просто Верой и послушанием Приняла от Господа Это решение И мы знаем Насколько она Велика сегодня Как она сама Сказала о себе Что Меня будут Ублажать Все народы Что и происходит Сегодня И нельзя Опустить И тот момент Что в этой Последовательности Имен Для нас с вами Сохранена Сегодня память Не только о тех Кто достиг Своей жизнью Святости Но и о тех Кто прошел Через грех Пробивался Сквозь Человеческую Немощь Искал Света Из тьмы Искал Правды И святости И не всегда Мы знаем Человек Осуществлял В жизни Свои искания Мечты Но он Жил Верой Шел К Богу И хотел Жить Богом И Христос Соединился С человеческим Родом Избрав В нем Не только Праведных И святых Он сам Мы знаем Будучи Искушаем Грехом Знал Меру Человеческой Немощи Меру Нашей слабости И быв Подобен Человеку Во всем Кроме Греха Своей Божественной Любовью Воплотил Себя И искупил Собою Всех Тех Кого Дал Ему Отец И Своей Человеческой Святостью Христос Оправдал Всех И Тех Кто Был Его Плотью И Кровью То есть Своих Ветхозаветных Прародителей И Тех Кто От Него Родился Духом И Ветхий Израиль Живший До Рождества Христова И Мы Новый Израиль Который Явился В этот Мир С Рождеством Христовым Все мы Под Сенью Божьей Благодати Объединяемся Одними Чувствованиями Похрестей Все И Мы Знаем Что Вера Надежда И Любовь Это Главные Из Них И Эти Чувствования Можно Объединить Одним Словом Это Жажда По Нашему Господу Ветхозаветные Святые Отцы Они Жили Верой В Осуществление Ожидаемого И Этой Верой Они Жили И Творили Чудеса Как Это Записано В Послании Апостола Павла К Евреям 11 33 34 37 38 То есть Они Побеждали Царство Творили Правду Заграждали Уста Львов Угошали Силу Огня Были Побиваем Камнями Те Которых Весь Мир Не Был Достоин Скитались По Пустыням И Горам И Ущельем Земли Только Вера В Обетование Божье Она Рождала В них Надежду И Эта Надежда Она Питалась Верой И Ожиданием И Нужно Помнить Что Они Не Изнемогали В Ожидании И Жили Этой Надеждой Ни День И Ни Год Не Сто Лет Даже Но Тысячелетия Мы Знаем Много Поколений Камного Вечность За Эти Тысячелетия Но Это Ожидание Это Было Просто Их Внутренняя Потребность Потому Что С Ними Был Бог И Как Сказано В Послании Павла К Евреям 11 13 И Все Сии Умерли В В Вере Не Получив Обетования А Только Издали Видели О И Радовались И Говорили О Себе Что Они Странники И Пришельцы На Земле То Своей Жизнью Свидетельствуя О Вере Они И Стремились К Небесному Отечеству К К К К К К К К К И Вот И Сполнилось Время Родился Христос И Новый Род Святых Божьих Начинает Он Собою И Мы С Вами Бывшие Грешники По Благодати Господа Стоим В Этом Роду И Святой Апостол Павел Он Называет Христа Новым Адамом От К 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 У К К Они Предлагаются И Вечному спасению Это Великое Потомство Составляют Все Христиане принявшие Его учения рожденные от воды и духа во имя Господа Бога нашего который сегодня питается божественным телом и Его святой кровью которые вскормлены и живут в лоне Его Церкви которая является славным образом Царства Небесного и вы знаете, сегодня мы можем с вами продлить, продолжить родословие Иисуса Христа но это родословие, оно уже будет духовным и вот в скольких сердцах родился Господь они все состоят в этом списке наше родство со Христом, оно не плотское оно естественно духовное и оно постоянно требует от нас с родства с Ним в наших мыслях в наших чувствах в наших желаниях в наших помышлениях в наших стремлениях в наших стремлениях и имея по сравнению с ветхозаветным человеком более высокие преимущества то есть нашу сыновнюю близость в отношении к Богу имея сегодня дары Божьей благодати которые укрепляют и освящают которые просвещают всего человека и несомненную веру в будущую вечную жизнь мы с вами все же должны быть внимательны к себе чтобы быть единым Духом со Христом не только по рождению но и на протяжении всей нашей жизни опять же как записано в послании апостола Павла к евреям 3.14 ибо мы соделались причастниками Христу если только начатую жизнь твердо сохраним до конца да поможет нам Господь будьте благословены слава Господу Праздник Морь Праздник Морь